Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, был бы жив Александр Рифонович, Твардовский, ваш отец, и видел бы он каждый день, что происходит сегодня, сейчас, в его России. Солженицын где-то года за четыре, наверное, до своего ухода говорил Александру Цыпко. Политологу, историку Саше Цыпко, если бы я знал, к чему приведет все то, за что я боролся, видит Бог, я не написал бы ни строчки. Это он уже говорил, как понятно, в путинские годы, в перестройку, так называемую, вторую. Не написал бы ни строчки, видя, что происходит сейчас в стране. Вот Твардовский, видя все то, что сегодня, как бы он себя вел? Молчал? Пил бы с горя? Говорить за Твардовского, что он сказал бы сейчас? Сложно, конечно. Сегодня, я не решусь, я вам скажу, что он тогда говорил и писал. И вы сами поймете, примерно, вообразите себя в этой, его, в этой обстановке. Прошу вас. Солженицын, вы говорите, он бы не писал. Да то, что он писал, вот он за это и отвечает, за то, что он писал. Он разрушал, он призывал сломать эту систему, разрушить. Твардовский никогда не был разрушителем. И он верил в потенциальные возможности этого строя, который жестко критиковал. За отсутствие гласности, за безобразный произвол цензуры. Вот против чего он боролся, чтобы искоренить вот все зло из той жизни. Но он видел прекрасно социальные достижения этого строя, которые надо было бы сохранить. Я знаю, он верил в возможности этого. И огромное значение придавал в этом смысле литературе. Поэтому и делал такой журнал. Журнал, о котором он говорил, здесь должна быть только правда. Ничего, кроме правды. Вот в это он верил. А Солженицын, простите меня, я к этому человеку отношусь и общественному деятельию резко отрицательно. Резко отрицательно. Не только за его отвратительное отношение к журналу, который его напечатал, к редактору, который столько сил положил на него. И потом все они пострадали за него. Прежде всего за Солженицына. Никакой благодарности, никакого отклика. Это от характера шло у Солженицына, как вы считаете? От личности, от его душевного мира, в котором нет ни капли благородства. А человек, как человек Твардовский, был человеком исключительного благородства и доброты. Понимаете, это антипод, полный антипод Солженицына. Здесь даже никакого сопоставления не может быть. Все, что дорого было Твардовскому, Россия, Родина. А Солженицына для этого, он совершенно, он свою ненависть к существующему строю переносил на всю страну, выходит. И сейчас, когда в школе изучают, пусть там тоже, как дополнительно, как и Твардовского, ГУЛАГ, Наталья Дмитриевна, конечно, изъяла из него все самые скверные места прославления, вернее, оправдания Власова. Вы понимаете, уже это говорит о Солженицыне. Можно, я, например, дезертира прощу, но человека, который обращает оружие против своих во время войны, как можно оправдать? Солженицын оправдывает и посвящает ему несколько страниц, и это печатается огромными тиражами. И мы до сих пор не можем понять, как нам это вредит и в стране, и за границей. Ведь это же ужасно, это же для молодежи просто отрава. Вот такие. Поэтому, когда вы упоминаете этими нарядами, мне даже неприятно. Это антиподы. Вот если надо провести, как бывают полярные такие совершенно личности во взглядах, в мироощущении, в отношении к людям. Да, Ивана Денисовича отец напечатал и не отказался бы сейчас от его оценки. Но, вы знаете, я вам скажу, для меня эта вещь просто выпадает из творчества Твардовска, Солженицына. Понимаете, она выпадает, потому что ни в одном из его произведений нет такого сочувствия, сопереживания простому человеку, простому. Там у него другие действующие лица все. И ни в одном нет проявления гуманизма, одна ненависть у него, которая просто переливает через край. Нет, нет, тут что-то не то, мы еще узнаем про эту вещь немало. У меня нет никаких гипотез, тем более предположений, но я ощущаю эту вещь как выпадающие, несоответствующие. Ну, а Матрёнин двор? А? Матрёнин двор. Матрёнин двор Твардовский печатал, сопротивляясь внутренне. Это видно и по дневникам, и по обсуждению. Дело в том, что там много фальшивого и неправильного, так же, как в ГУЛАГе. Сейчас о ГУЛАГе вышла книга моих друзей, вот, друг мне подарил, книга «Обманувшая мир». Она состоит из статей исследователей, которые сидели в архивах, занимались статистикой и показывают. Ну, ведь он же ничего не проверил. Он себя называет собирателем этого материала. Это не так. Он забрал архив «Нового мира». Отец ему отдал даже свои письма, которые ему присылали в ответ. И заключённые, бывшие, репрессированные, сами присылали ему материалы. Он ничего не проверял, он сразу всё отдал в печать. Так, когда ему присылали те же люди об ошибках письма, он их игнорировал, он ничего не исправлял. Он был достаточно состоятельным человеком, долларовым, миллионером, чтобы нанять бригаду для проверки этих фактов. Но архивы до сих пор закрыты. Как проверить? Да как угодно, ведь он же случай там рассказывал. Ну, там много было. Например, кормили погибшими заключёнными зверей в зоопарке. Кто в это поверит? Да легко проверить, боже мой. Неужели нельзя такой факт проверить? Ну, слушайте, там таких фактов... Ну, или священник шёл в рясе по этапу, а в рясе... И ведь это же всё издаётся бесконечно за границей. И там, конечно, это империя зла. Это какого дображно ждать от такой страны, думают. Не знаю, мне многое в голове не укладывается. А Александр Трифонович, последний год как относился к Солженицыну? Почему последний? Последний. У него в дневнике последовательное и охлаждение к Солженицыну, и понимание его фальши, лицемерия. Солженицын же открыто пишет. Прихожу и вру. Прихожу с топором за блинищем. Я лагерный волк. Он же обманывал его на каждом шагу. Но ведь Твардовский же не только за себя переживал, а за журнал. И он... Как хорошо, что я написал ему книжку из любви к его творчеству. Его я больше не люблю. Но это ранние записи, а потом всё хуже. Хотя он никогда не отказывался от оценки Ивана Денисовича. Сейчас такая ненависть к Солженицыну у некоторых, и в большой части я сталкиваюсь, и презрение, что уже и на Ивана Денисовича тоже говорят. Говорят, зря его там, дескать, печатали. Нет, наверное, не зря. Тогда это был большой общественный сдвиг. Но сдвиг произошел и с Солженицын. Он себя возобновил... Тогда с тех пор, я думаю, пророком. И Твардовский мешал ему. Мешал не потому, что просто была неприязнь к тому авторитету, которым пользовался журналы его редактора, а потому что он чувствовал всю разницу в их мировоззрении. Понимаете? Он считал его, как говорится, компромиссным человеком. Но компромиссный был бы журнал, он бы не погиб так, как у Твардовского. Конечно. Я все это пропустила через себя. Дневники, письма и разговоры. Дневники Твардовского каким тиражом вышли? Достаточно большим в наше время. Куда переиздавались в последний раз? Понимаете, дневники... Мы издали, значит, дневники 50-х, 60-х годов, два тома больших 50-х и военные дневники. Я сейчас работала над дневниками 30-х годов. Но дело в том, что после смерти моей сестры у меня совершенно изменились обстоятельства работы. Я ничего не могу проверить. Архив-то остался на квартире у нее. Ведь я старше ее на 9 лет. И я была уже много лет на уколах. И думали, что, конечно, мы не сомневались, кто раньше из нас уйдет. Вот я живу еще, и в таком возрасте... Вам помогает кто-нибудь сегодня в вашей работе? Я сейчас вот хочу сказать об этом. Сестра была не просто помощницей. Мы с ней вместе работали. Мы пропускали все. Мы каждую фразу проверяли по рукописи. Я сейчас лишена этого. Все осталось там. И мой племянник, он человек был равнодушный к этой работе. Не буду даже говорить, что более чем равнодушный. Считал, что мы неделом занимаемся. Но сейчас он вроде бы так и обещает помочь, но не помогает. В смысле проверить что-то. Понимаете, хотя бы по материалам дать какой-то документ упоминающийся. Оле... Мы с Олей это делали мгновенно. Я ей говорила, по рукописи здесь видно какой-то пропуск. Мама перепечатала мне все дневники. Оля перепечатала все письма их. Это... Если бы этого не было, я бы вообще не могла работать. У него же другие приоритеты. Он этим делом не занимается и не может. У него нет ни интереса, ни образования. Ну, поэтому он занимался другими делами. Ремонтом. А это ему мешало. Он все это сгрузил. Сейчас он и не разберется. А вы не хотите отдать архив Двардовского в Пушкинский дом? Не то, что не хотели. Мы готовили им след за мамой. Мама же часть архива отдала. Почему полностью? Послушайте меня. Прошу вас. Мы с Олей стали готовить материалы, которые уже напечатали к архиву, сдаче в Аргали. Вот. Тогда там была еще... Разные были. Волково, потом Горячего. С нами связана Татьяна Михайловна. Очень хорошо относилась. И мы готовили уже, у Оли были пачки вот этих, всей переписки, которая была опубликована. Но сейчас мой племянник не хочет этого делать. А архив у него. А архив оказался собственностью того, кто наследовал квартиру. Мы никогда не перемещали вот из-за того, что я вам рассказала, что думали, я-то уйду первая. А племянник хочет продать теперь его, видимо, за деньги. Я не поручусь, что он хочет. Я не думаю, что он будет сразу продавать. Но я должна вам честно сказать, что, конечно, архив в опасности. Я умоляла его только, чтобы он хотя бы дневники пока не трогал. Но он так твердо обещает, что дневники он пока не будет трогать. То есть не все дневники изданы, 30-е годы не изданы. Я сделала почти все, 39-й год я пока не делала еще. Но там большой кусок у него опубликован о войне. Но я не могу, понимаете? Я ведь по специальности историк, исследователь. И я привыкла проверять все и отвечать за каждую сноску. И сейчас, когда там полно белых или темных, как хотите сказать, пятен, и надо выяснить то-то, и это не та вроде фамилия, и здесь пропуск. Я не могу это издать. Хотя мне советовали, друзья, издавай как есть. Не знаю, я не могу. А сколько же племянник хочет за архив, коль скоро он оказался его собственником? Сколько денег он хочет? А теперь его собственность. А сколько денег он хочет? Он не говорит? Нет, он не говорит, и я думаю, он не будет сейчас продавать. У него есть, что продавать. Я объясню просто, мы могли бы найти. У него есть, что продавать еще. Не в этом дело, мы могли. Он все понимает, что архив это огромная ценность. Наш канал взял бы на себя, мы найдем спонсоров, найдем людей, которые понимают, насколько Твардовский нужен стране. Ну, попробуйте. Мы бы выкупили этот архив, и я бы подарил его вам. Да нет, ну что вы. А вы уже сделаете все. Я его с собой не возьму. А вы уже сделаете все, как вы хотели. А это другое дело. Я бы могла просто им пользоваться, если бы он был в том широколе. Я бы его туда, да, в тиралии, как раньше делали. Понимаете, ведь дело не в том, что я себе хотела его забрать. Никогда. Понятно. Тем более в таком возрасте. Ну, вы проведите переговоры с племянником. Я все это оставляю в эфире, чтобы он слышал, что у нас серьезное предложение. Пусть назовет цену. Я думаю, что мы в течение года соберем эти деньги, в конце концов, ну, найдем какие-то возможности. Да и я дам свой вклад. Да не надо никакого вклада. Лишь бы это не было в опасности. Мне главное, чтобы вы сделали все. Вы понимаете, когда это... А он как раз считает, что там он в опасности, в общественном месте. Ну, у нас с архивами были всякие аварии. Ну, все-таки, как вы думаете, Владимир Александрович, вернемся к этому разговору, уже кулуарно, думаю, что мы решим вместе проблему. Скажите, как вы думаете, все-таки Твардовский сегодня, вот сейчас, видя, как оно все происходит, видя, ну, очевидную дебилизацию нации, процесс идет и запущен здорово, талантливо запущен. Уже это никто не помнит, кроме Теркина. Хорошо, Теркина кто-то слышал, да, а другие поэмы, Александр Трифович... Почти не передают. Или тот же Теркин на том свете, да, и вся история театра... Почти не передают. Теркина легко из интернета брать. Да. Ведь сейчас они из этого даже исходят. За Далью Даю уже невозможно. И перепечатать. Вы не представляете, и вы, наверное, этого не знаете, какая у него поздняя лирика великолепная. Это классика. А пейзажная лирика, почему ее нет в хрестоматиях, я не понимаю. Вот сегодня Твардовский что сказал бы о тех, кажется, уже необратимых процессах, которые вовсю развернулись в культуре, в искусстве, в литературе и в жизни. А он-то был неисчерпаем в познании, и я не берусь сказать, что я его знаю до предела. Нет. Узнавание было бы, он бы жил, и все бы его узнавали. И он узнавал бы эту жизнь. Я могу твердо только сказать, что эту жизнь он бы не принял. Другое дело, что сейчас какие-то, может быть, намечаются перемены в связи с тем, что и в сознании людей понятно, что так жить не стоит, и что в прошлом было много того, что надо было сохранить. А он это знал при жизни, что не надо разрушать. Когда этот сломать, и потом, как его хвалили за то, что он стал один, единственный против системы и сломал. Так вот, Твардовский всегда был против разрушения и слома. И он, конечно, сейчас бы о многих завоеваниях советского строя, конечно, бы жалел. И конечно... А потому что утратили это? Конечно, конечно, мы утратили многое. И главное, мы утратили в нашем мироощущении. Вот сравнивают нас с чем только нас не сравнивают. Но у нас был двойной стандарт в жизни. Направим все равно было больше, чем сейчас. Но пропаганда была хороших идей. И идея справедливости, социальной справедливости, верно? Она же всем была близка и понятна. Сейчас же ее нет. И сейчас, когда вас спрашивают молодежь, кем кто хочет быть, вы же знаете, какие ответы? И деньги, и капитал, и вот эта вот нажива вышли невольно, не знаю, вроде так особо никто сверху не пропагандировал, но они вышли вперед. Потому что такая жизнь Александру Твардовскому, русскому поэту, это было бы отвратительно. И я скажу, что это в традициях русской классической литературы. Кого вы не возьмете, возьмите даже Федора Михайловича Достоевского, которому сейчас 200 лет вот отмечают, но забывают упомянуть обо всем, о боге, о религии, об его антибуржуазных тенденциях, когда он выступал против денежного мешка, когда он говорил, да что ж это такое, вот горит церковь и горит кабак. Кабатчик выставляет бочку водки и спасают кабак. Вот такие примеры. Это что? Что там говорить о Толстом? Всем был капитал. Это традиция, потому что если литература по-настоящему гуманна, человечна и призвана все лучшее в человеке поддерживать, развивать, то как же может она одобрять вот такой строй? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова